Добрый день, это программа «Парадокс», в эфире ведущий Степан Демура. Сегодня у нас в гостях Алексей Александрович Журавлёв, депутат Госдумы Российской Федерации, член Комитета по обороне, представитель партии Родина. И у нас сегодня две темы разговора. Это начинающийся подкоп под господином Чубайсом и Роснано, и вторая тема – это введение виз со странами Средней Азии. Вернее, предложение по введению виз. Добрый день, Александр Александрович. Спасибо, что пришли. Здравствуйте. Ну, вот первая такая тема очень любопытная, интересная, потому что величайший менеджер всех времён и народов вдруг может оказаться под проверкой счётной палаты. И что там найдут в Росбанана, бананотехнологии, такая компашка по распилу, на мой взгляд. Могут ли у него быть какие-то последствия? Ведь он же всё-таки величайший менеджер, столько хорошего сделал для страны, и дефолт 98-го года, развалил РАОС, вот теперь занимается инновационными технологиями. Также он представляет нашу страну вместе с Каспаровым в Билдербергском клубе. Как такого человека вообще можно проверять? Он же кристально чистый, нет? Да я думаю, что вы всё сказали, действительно. Но дело в том, что тут есть ещё законы Российской Федерации. Депутаты действительно обратились в счётную палату. То есть это был запрос депутатский? Да, да, конечно. И счётная палата проверила. Ну и, наверное, сам Чубайс не ожидал, что будут такие результаты-то. Действительно такие, действительно прорывные нанорезультаты, я бы сказал. Деятельность имеет в виду? Ну, конечно. В чём они и заключались. Два с половиной миллиона убытков, миллиарда убытков только по прошлому году. Рублей. Да, но это же неизвестно, это там следствие проверит. Я думаю, может и не рублей. Я вот так вот лично от себя думаю, далеко не рублей. Ну, по официальным данным, да, это рублей. И ещё там 20 с лишним миллиардов под списание. Ну, нормальный так результат. А выделено было сколько? 400 миллиардов? Да, это просто, как говорит Райкин, бешеные деньги вообще были выделены. Вы понимаете, вот сегодня говорим о чём? Я как член комитета по обороне. Мы ищем действительно деньги в бюджете для того, чтобы заплатить нашим ребятам, которые служат по срочному в армии. Всего 10 тысяч в месяц. Ну, он когда выходит, у него там 120 на руках. Ну, он хотя бы что-то может сделать, купить себе одежду. Вот там на первый месяц ему хватит, чтобы пока он устроился на работу или там продолжил учёбу. Но этих денег у нас нет, понимаете, там 30 миллиардов там всего. Их просто нет. А там мы там, бах, там 28-30 миллиардов списал там Чубайс, и нормально. Это есть деньги. Так куда они идут-то, эти деньги, хотелось бы понять. Зачем нам такие нанорезультаты? Он действительно уже, я не знаю, отчубайсил всю страну уже с 90-х годов. Ну, сколько можно терпеть? Да и вообще, я не знаю, это за пределами вообще здравого смысла, на мой взгляд. Поэтому я уж не говорю, что тут вообще попахивает государственной изменой. А в чём, вот смотрите, а в чём, вот вы сказали такое слово, у нас сейчас любят, вернее, словосочетание, его очень любят использовать, применять, поскольку везде американские шпионы сидят. Государственная измена. Вот в чём может заключаться госизмена Чубайса? На ваш взгляд? Ну, на мой взгляд, здесь как раз прямые связи. Действительно, если там покопаться у нас в высших органах власти, то там можно много найти интересного. Но если уже говорить лично о Чубайсе, то ситуация очень простая. Вот они заказали стратегию своей развития, некая там B&T & Company, какая-то фирмочка, да? Ну, если мы посмотрим американская, на всякий случай, она связана напрямую с Метом Ромни, который просто ненавидит нашу страну, реально. Соответственно, вместе с Чубайсом они делают какую-то стратегию, и что мы получаем? То есть они просто грабят страну, реально просто напрямую грабят страну. Кроме всего прочего, если учесть, что эта фирма делала ему ещё какие-то расчёты по тому, как вот сделать приватизацию. РАОС. Да. Нет, не РАОС, а ещё вот, да. То есть эти ваучеры и так далее. То есть мы, чем это закончилось, понятно. И чем сейчас закончится, что самое главное, понятно. Всем понятно, чем это закончится. На это, конечно, смотреть невозможно. Просто он там выставку какую-то устроил ещё в Государственной Думе. Вообще совести нет у человека просто конкретного. Он выставляет свои какие-то достижения. Просто безумие творится. А какие реальные достижения? Вот Роснано сколько существует? По-моему, 4 года? С 2007 года вообще так, на всякий случай. Уже 6 лет. Он её там с 2011 возлайн. Восьмого летит, да. А какие реальные достижения есть? Прорывные технологии, которых мы все ждём. Ну, я вот видел там его великое изобретение нано-прорывное. Это в виде планшетника чёрно-белого, который сворачивается как трубочка, которую он там демонстрировал, что у школьники будут там все учебники. Ну, это же на Западе давно было сделано. Ну, это факт. А это российское новое. Ладно, пусть даже это будет. Ну, и где оно есть? Вот сказать, где эта у нас великая нано-технология? Это что-то не видел ни одного школьника. Ну, изобретают ещё полимеры, которые там были ещё в 61-м году запатентованы, ещё в Советском Союзе. Теперь они, вот, явился Чубайс и сделал такую вот реальную нано-индустрию. 30 заводов в США их выпускают, и ничего, нормально. Не считают это нано-технологиями. Я уж не говорю о том, что, знаете, в Израиле вообще вот нано-производствами, разработками там занимаются полтора человека. Один на полную ставку, другой на полставки. И делают примерно такой же эффект, как наши там 400 с лишним человек, которые у него работают. При средней зарплате, на всякий случай, 438 тысяч. А у самого Чубайса там 2 миллиона в месяц. Ну, чего не жить, как придётся? Нормально, можно, конечно, и заниматься какими-то непонятными вещами, инвестировать непонятно куда. Вот я был недавно... Он же сидит в сайте директоров Дж.П. Морган, если не ошибаюсь. Ну, сейчас пока там сидит. Я надеюсь, всё-таки будет в другом месте сидеть, где-то тут поближе. Так вот, я был в Сибирском отделении Академии наук. Наука реально работает. То есть, что бы с ней ни делали, просто голову это оторвать нельзя. Поэтому они изобретают... Они делают действительно такие нанотехнологии. Они рассказывают, проезжал действительно Чубайс. Сколько надо? Они ему сказали, где-то там столько-то тысяч долларов сюда, столько тысяч. Это даже не сотни тысяч. Это даже простые, так сказать, деньги, которые реальные абсолютно. И тогда будет действительно нано, так сказать, изобретение, какие-то нанотехнологии. Ну, его это не заинтересовало, потому что это же не миллиардные вложения. На этом что попилишь-то? Ну да, логично. Абсолютно нужен масштаб. Нужен масштаб. Да, масштаб, вот это нормально. Поэтому, конечно, не было бы так смешно, да, если бы не было так грустно. Но ситуация заключается в том, что счетная палата это делает, оно проверяет. И эти результаты уже обнародованы частично. Я думаю, что вот этот скандал с Минобороном, он еще будет только цветочками, да. Вот ягодки пойдут на Чубайсе, и, соответственно, это будет такой выдающийся скандал, на мой взгляд. Алексей Александрович, а вот вопрос-то возникает. А почему именно сейчас всплывает эта тема с Чубайсом? Ну, сейчас... Как вы считаете? Знаете, до недавнего времени у нас как-то все особо были такими тефлоновыми и неприкасаемыми. Как-то надо начинать с себя, да, вот я считаю. Ну, вот Сударственная Дума с себя начала. Ее, конечно, критикуют и там по-всякому там обзывают. И иногда это справедливо. Но факт остается фактом. То, что Сударственная Дума началась с себя. Многие, некоторые, скажем так, из депутатов поняли, что их деятельность несовместима с депутатским статусом. Сами покидают, кого-то просят уйти и так далее. То есть, как только началось это, а, соответственно, кто остался неприкасаемым? В правительстве тоже там некоторые побежали, мы знаем. Соответственно, и дальше все пошли уже неприкасаемыми. Наконец-то катилось очень речь до Чубайса. Ну, ему нельзя вменять только, на мой взгляд, только вот то, что с нано какой-то индустрией творится. Ему надо вменять все. Я никогда не забуду вот этих стрелочников, которые на Саяно-Шушенской получили свои годы. Начальник смены. А кто подписывал-то? Это сволочь подписывала. Не, ну он же взял всю ответственность на себя и все аплодирует. Да, да, ну он взял. И где она? Просто негодяй. Мерзавец просто. Ну, вы думаете, это дело получит какое-то развитие? Или все спустят на тормозах? Я уверен, что мы постараемся довести его до логического конца. И оно, я практически уверен, что получит свое отражение не только в средствах массовой информации, но и получит это отражение и в реальных документах. И хотелось бы, чтобы это были реальные сроки. Потому что вот если понаблюдать за делом Сердюкова, как-то все так тоже весело, бодро начиналось. И в результате опять какие-то стрелочники будут практически нести ответственность за все. Ну, там не совсем стрелочники. Там приличные так люди. Мы имеем в виду батальон женский. Старые, да. Нет, ну это никто никого не заставлял. Сами пришли на сражаться в мужском пространстве. Ну, так кто виноват? То есть, с Чубайсом так не произойдет? Ну, мне сейчас сложно говорить на эту тему. Тут уже говорится, не говори гоп, пока не перепрыгнешь. Но, во всяком случае, делать для того, чтобы произошло, надо, конечно. Надо, потому что это реальное хищение государственных средств. И этому должна быть дана именно такая оценка. Потому что у нас сейчас уже пересматриваем свое мировоззрение. Потому что у нас раньше, если было хищение государственных средств, то, ну, что же тут? Ну, что сделать? Ну, неэффективно. Ну, не совсем эффективно сработали. Потому что, в принципе, эффективно, но не очень. Вот. Ну, подумаешь, там 20 миллиардов сперли. Ну, что сказать. 100 ведь не сперли. Всего лишь 20. А ведь могли и 100. А могли же ведь 100. Значит, в общем, не совсем, но эффективно. А вот в данном случае уже все. Хватит на это смотреть. Сейчас вот стащил рубль. За него и ответь. За 20 миллиардов тоже надо ответить. Ну, раньше у нас за 20 миллиардов получали корочки депутата. Да? Ну, я думаю, гораздо дешевле. А за рубль садились. Да, да, да. То есть вы полагаете, что ситуация действительно может в корне измениться? Она меняется ведь. Мы же видим с вами. Можно, конечно, на это закрывать глаза и критиковать. Вот мы дошли до того, что разваливается все. Это не разваливается. Она наоборот как раз меняется. Вот эта шелуха. А падает, когда начинаешь трясти структуру какую-то, да, все остальные на рост, они падают. Ведь можно так трясануть, что структура разрушится? Можно и так, да. Это тоже зависит от того, кто трясет. В этом-то и есть опасность. Действительно можно так тряхануть, что и все может слететь. А кто сейчас трясет, на ваш взгляд? Ну, я уверен, что это идет все от президента. Я просто не сомневаюсь. Просто я сам вхожу в совет по межнациональным отношениям при президенте. Ну, и так идут некоторые беседы там, конечно, я слышу из первых уст. Это нормально. Я думаю, что оттуда все идет. И мы прекрасно понимаем, что если это у нас все-таки такая авторитарная страна, трудно было бы говорить, что есть какие-то другие инициаторы очень сильные этих процессов. Ну, с другой стороны, собственно, сама обстановка в стране меняется. Мы прекрасно понимаем. Алексей Александрович, приходится спрывать, мы должны уйти на новостной перерыв. Оставайтесь с нами, вернемся после новостей. Снова в эфире программа «Парадокс». У нас в гостях Алексей Александрович Журавлев, депутат Госдумы РФ, представитель партии «Родина». Посуждаем мы Чубайса и то, как у нас сейчас трясут дерево, так называемое. Алексей Александрович, вот на самом деле очень часто приходится читать и слышать о следующем версии происходящего. что сейчас во властных структурах борются две группировки – силовики и условно либералы. Чубайс условно принадлежит к либералам, такой отец русской демократии. Как же время было, отдай колбасу, я все прощу. Может быть, это просто связано не с каким-то желанием что-то поменять, а просто вот с такой борьбой под коверной, которая идет. А пирожок-то он становится все меньше и меньше, и меньше, а каждый привык свой кусочек от него отщипывать. Не думаете? Я думаю, что пирожок как раз больше становится, а не меньше. Поэтому тут требуется совсем другая политика. Ну, я бы не сказал, что там силовики борются с либералами. На мой взгляд, скорее всего, страна сама по себе имеет сейчас такую тенденцию на уклон в патриотизм. Потому что развал 90-х годов и, собственно, отсутствие идеологии нулевых, оно дало такой расцвет либеральным идеям и вообще расцвет вот таким вот эффектом, как Чубайс, как Сердюков. То есть это логичные процессы. Когда же на выборах, вот, был выбор президента, напрямую спрашивали Владимира Владимировича, в том числе, и такой вопрос был задан ему. А как вы видите идеологию, да, вот, страны? Хоть и по Конституции, собственно, у нас нет какой-то превалирующей идеологии, да, там, тем более партийной, но, тем не менее, идея объединяющая какая-то должна быть. Ну, вот в таком смысле был задан вопрос. И почему и партия Родина, да, очень активно это поддерживает, позиция, потому что он, незадумываясь, сказал, что это вопрос очень сложный. Но кроме идеологии патриотизма я не вижу ничего. Вот, соответственно, он это и воплощает. Мы видим там и в посланиях президента это пошло очень активно делаться. Соответственно, мы получили такой патриотичный уклон. Соответственно, те патриоты, которые приходят во власть, они неизбежно сталкиваются, конечно, с либерализмом. И это столкновение очень непростое. Вот эта борьба идет, на мой взгляд. А как вы вот определяете патриот? Потому что вот ко мне приходил такой видный представитель партии «Единая Россия», господин Федоров, и он мне пуляручно объяснил, что я никакой не патриот, и вообще я должен отсюда практически эмигрировать. Вот как вы определяете патриотизм? Ну, для меня патриотизм – это любовь к родине, в прямом смысле этого слова. Соответственно, все то, что ты связываешь с своим будущим, с будущим своих детей, будущих внуков, это связывается с своей родиной. То есть, в данном случае, с Россией. Если это так, то, соответственно, ты и есть патриот. Простое определение этого дела. Ну, согласитесь, как-то, вот лично мне, например, и многим другим, я полагаю, очень тяжело связать вот Россию, где мы родились, там, березки, где жили наши деды, прадеды и все поколения, с существующей правящей элитой. Ведь патриотизм, например, предполагает, что в случае войны ты идешь добровольцем защищать родину. Но в данном случае кого ты идешь защищать? На родину идешь защищать. А, пардон, пардон, кого вы идете защищать? Вот правящую верхушку? Я иду защищать родину, своих родных и близких, свою землю. Это понятно абсолютно любому патриоту, это абсолютно любому жителю. Кстати, как бы вы ни лукавили, вы и сами прекрасно знаете. Будет что, сами возьмете автомат и пойдете. Поэтому не приведи Господь, конечно. Но это в этом и есть сущность русского человека, что он защищает ни кого-то, там, ни царя, ни Сталина, там, ни коммунистическую партию, он защищает свою родину. В этом всегда была его сила, огромная сила. И вот сейчас, правильно, я согласен с Прохановым, который говорил о фантомных болях, когда мы потеряли союзные республики, и мы до сих пор чувствуем вот эту потерю. Мы, она у нас, как бы, болят эти суставы, которые у нас, так сказать, отняли, у нас эти члены, которые отрубили. Вот, мы их чувствуем. И мы сейчас говорим там о разных миграционных процессах, о чем угодно, но мы чувствуем боль вот по этим потерянным нашим союзным республикам. И в этом и заключается патриотизм и родина. Ну, это такой, на самом деле, согласен, такой, не то чтобы имперский комплекс, а вот наши деды воевали, завоевывали, и у нас это все... Воевали кровь. Да, у нас все это отобрали. Да и не просто отобрали, а... И при этом приезжает сюда воплощение либералов, Горбачев, еще чему-то пытается нас учить, какой-то перестройки. То есть, выживший из ума человек вообще, разваливший Советский Союз вместе с Ельцином, и чему-то он нас пытается учить. Ну, то есть, они живут вообще, такое впечатление, в другом мире совсем. Ну, Алексей Александрович, смотрите, вот было, скажем так, у нас 13 жирных лет. Вот что за эти годы было сделано хорошего? Если уж так разобраться, вот. Сейчас, что меня пугает, скажу сразу, что когда начинаются какие-либо проблемы, будь то в обществе, будь то в экономике, на первую сцену всегда выходит квасной патриотизм, именно квасной, такой шапка-закидательство. Поиск внешнего врага, и все эти признаки налицо. Кто у нас главный враг? У нас везде американские шпионы. Есть? Есть. Везде. Ну, почему? Я не слышал, чтобы везде у нас... Ну как, ваш коллега об этом бегает и говорит. Я с ним согласен, везде американские шпионы. И квасной патриотизм. Вот я вас спросил, что значит патриотизм? Вот как вот эту идеологию донести до людей, которые, в общем-то, уже вот этими годами, они не то чтобы извращены, а у них даже понятия о будущем нет. Вот как это-то менять? Понимаете, тут ситуация-то, но в чем заключается? Ведь людей постоянно обманывали. Им обещали одно и то же уже 13 лет, скажем, 25 лет. И люди устают от этого? Нет? Нужны же действия реальные. У нас страна-то, она какая... У нас же всегда, бывает, обманывали 13 лет. Да не 13 лет, 17-го года как начали. По большому счету, да. Так и вот до сих пор процесс, так сказать, продолжается. Нас еще с 17-го года и уничтожали полномерно. Ну, полномерно, да. Косили элиту там и так далее. Все это такое было. Поэтому, но ситуация-то, она заключается в чем? Если мы говорим там вот о либералах, самих по себе, много там хороших идей, действительно, начиная от развития бизнеса и заканчивая отсутствием визовых режимов и так далее. Это действительно так. Но чтобы так было у нас, мы должны быть, но не больше Германии. Вот тогда бы мы смогли скомпоноваться внутри и реально смогли какую-то противопоставить вот такому общему объединению свое что-то, свое, там, сказать, национальное какое-то достояние, там, свою экономику смогли сделать. Это действительно так. Но если мы имеем такую территорию, которую мы имеем сейчас, которая огромное богатство материальных ресурсов, именно там, недрами своими, то сказать, что мы на сегодняшний день должны делать так же, как делает, например, Германия, или так же, как делает там Франция, ну, это невозможно просто. Абсолютно невозможно. Я здесь с вами немножко не соглашусь по одной простой причине, что, на мой взгляд, вот законы экономики и законы развития общества, они везде одинаковые, будь то Германия, будь то Россия. Мы просто находимся в нескольном положении. Не так ли? Ну, не всегда. Ну, что значит? Я же не беру в чистом виде экономику. Экономику действительно мы берем в чистом виде. Но если мы говорим, например, о том, что нужен призыв или не нужен призыв, или мы перейдем сейчас на контрактную систему и, так сказать, сократим армию, как в Германии, да, вольемся в какой-то блок и будем жить хорошо. Вот так не получится. А, соответственно, вот вам экономика сразу отсюда строится. Вот вам экономика. То есть, вы понимаете, совсем другие здесь законы работают экономически. Законы, они и те же, просто мы в разном положении находимся. Да, правильно. Я говорю, вот законы одни и те же, да, но применить их к нашей стране вот в таком виде нельзя. И когда я был там в Бундестае, там тоже Германии, вот эти военные, они там со слезами на глазах говорят, что мы вот отменили у себя действительно, так сказать, призыв. Я помню, 9 месяцев служит что-то такое. Нет, это уже не служит вообще. Уже не служит. У них всё, только по контракту. Они говорят, мы отменили и всё, говорят, мы потеряли страну. Ну, это их видение, конечно. Они в Бундесвере так это. Понятно, что эти генералы, они чуть ли не со слезами на глазах говорят. Но, если посмотреть и покопаться вглубь до их, то, что они говорят, они правы. То есть, фактически, они потеряли страну. Вот в том понимании, в котором она действительно существует. Мы можем так же. У нас там в Европе один независимый президент и тот Путин, понимаете, который к Евросоюзу не имеет отношения. Кто там, Берлускон ещё был, которого укатали. Вот и всё. А все остальные, они как зайки там строятся. Что там сказал из Вашингтона, там обком. Пять шпионы. Нет. А какие шпионы? А это не шпионы. Это просто прямое влияние. Ну, я, так сказать, тоже был там, ездил, когда там Рогозин ещё в НАТО был представителем. Там видел, как это всё происходит. А у нас что-то по-другому происходит? Конечно. А кого мы... Кто нам диктует что? Как кто диктует? Давайте посмотрим на результаты. Образование полномерно убивается, наука полномерно убивается, здравоохранение убивается. В экономике я просто уже молчу. Она лежит просто в руинах. А у нас было 13 жирных лет. Нельзя было за это время поднять образование, медицинское обслуживание. Нельзя? Да, наверное, всё можно. Науку или экономику, чёрт возьми, провести перевооружение предприятий. Вы хотите, чтобы я сейчас что-то защищал, что у нас было всё замечательно? Нет, ну вы говорите, что мы какая-то, у нас есть какая-то независимая позиция. Конечно. Позиция есть. Позиция есть. Это абсолютно точно. И мы не подчиняемся Вашингтонскому обкому. Абсолютно точно. Мы ему не подчиняемся. Это абсолютно очевидно. Иначе бы нам никто не позволил принимать какие-то антимагнитские списки. Да и в нашу сторону бы смысла их не было принимать. В антимагнитский списке это смешно, согласитесь. Слушайте, много что творится на международной арене, чего мы видим. Начиная от Сирии, взаимодействие с Китаем, если уж брать геополитические процессы, где Россия играет определённую роль. И это действительно так. А она играет или ей позволяют играть? Пока. Вот это вопрос интересный. Но я считаю, что играет. И будет дальше только усиливать это дело. И как бы кто ни говорил, что у нас... Алексей Александрович, извините, мы должны прорваться на новостной перерыв. Добрый день. Это снова программа «Парадокс». У нас в гостях Алексей Александрович Журавлёв, депутат Госдумы, член комитета по обороне и представитель партии Родина. Говорим мы сегодня... Начали говорить о Чубайсе. О том, сколько хорошего и замечательного он сделал для страны. И что рано или поздно награду найдёт героя, хочется надеяться. Потом перешли на политику и на экономику, как обычно. Да, Алексей Александрович, пожалуйста, продолжайте свою мысль. Вот по влиянию России на геополитические процессы. Вы понимаете, всегда вот такие аргументы приводят, что наш там бюджет военный в сотню раз меньше, чем американский. А если брать вместе с НАТО, то он вообще там стремится к какой-то погрешности. Но вопрос-то не в этом. Понимаете, тут должно быть прагматичный очень... Вот на сегодняшний день должен быть такой прагматичный расчёт. То есть нанести противнику невосполнимый ущерб. То есть неприемлемый ущерб. Когда они не могут воевать с тобой только потому, что... То есть, ну, сказать, да, ты будешь драться, но ты потеряешь при этом, ты можешь убить человека. Ну, ущерб гарантированно, да? Да, ну, ты потеряешь при этом нового. Да, ну, очень надо драться. И, конечно, никто не хочет этого делать. А эти такие примеры в истории есть. Ну, вот возьмите, у нас Америка напала на Вьетнам. Ну, и чем дело закончилось? Во сколько тут вообще несопоставима мощность Америки и Вьетнама? Побежали как эти... трусцой только. Только пятки сверкали. Да, 55 тысяч потеряли, только убитыми. Да. А Россия, это не Вьетнам. Поэтому как бы не говорили, что да, что там Россия, ничего себе не представляет. Ещё как представляет. И они это лучше нас понимают. Ну, Алексей, смотрите. А если посмотреть на то, что происходило, Каддафи сдали, сдали. Ирак мы сдали, Иран почти сдали, Сирию... Значит, мне верно, с того, что Югославию сдали. Ну, Югославию сдали. Это вообще страшная идея. И вот эта череда, она так продолжается, продолжается. И, в общем-то, вот у людей возникает лично у меня вопрос. А, собственно говоря, ну да, состоится впечатление, что кто-то разыграл какую-то сценку для внутренней аудитории. А потом под шумок всё равно будет сделано так, как говорит Запад. Вот у вас не складывается такое впечатление? Я уверен, что такого не будет. Но так же было? Нет, ну, мы говорим сейчас о том, во что нам нужно было вмешиваться, а во что не нужно было вмешиваться. Это всё-таки действительно влияние геополитическое. У нас сколько баз было военных? Огромное количество. Сейчас их осталось раз-два и обчёлся за рубежом. То есть мощности, какие мы могли бы применить на то время, а я знаю, я не могу раскрывать всю эту информацию, но поверьте мне, если бы нам пришлось их применять, как бы нам самим хуже не было. Сейчас ситуация кардинально меняется. В военно-промышленный комплекс выделено огромное средство, да, там 20 триллионов. И они действительно, там, благодаря тому, что там на сегодняшний день сидит абсолютно патриотический человек с взглядами, так сказать, такого консерватора-патриота, да, Рогозин, он действительно помаксимально хочет использовать эти средства для того, чтобы обороноспособность страны была на максимально высоком уровне. И сейчас уже это удаётся в тех или иных областях. Поэтому, вот, на мой взгляд, даже само развитие военно-промышленного комплекса вытянет за собой экономику как локомотив. Такое уже было, там, после Второй мировой войны, то же самое. И сейчас это должно случиться, ну, уже на более новом, там, в шестом-седьмом укладе, когда мы говорим, там, о фонде перспективных исследований, который делает действительно не такие абстрактные нанотехнологии, а действительно прорывные технологии. Нам нужно сейчас срезать этот угол. Мы отстали, конечно, что говорить, электронная база там, там какие-то биохимические исследования. Мы от этого отстали. Но мы не должны догонять. Мы должны срезать этот угол, посмотреть, что будет дальше, и вложить деньги именно в те производства, которые вытянут экономику страны уже в шестой-седьмой уклад. Ну, там можно, конечно, об этом мечтать, но смотрите, ведь многие научные школы уничтожены, многие инженерные школы уничтожены, да. Кто у нас сейчас работает в том же нашей гордости, которая раньше была аэрокосмического отрасли? Ну, пожилые уже люди. Молодые туда не особо идут, потому что у них очень маленькие зарплаты. Идут, идут. Сейчас идут. Вот у нас появился провал, конечно, это был. Сейчас у нас либо 60-70 лет, вот в таких отраслях, которые вы говорите, либо это 25-30, там до 35-ти максимум. А вот от 35-ти до 55-ти, вот это провал, как раз вот эти 20 лет. Я сам работал в военно-промышленном предприятии, как бы химоавтоматики-то в Воронеже. Я прекрасно помнил, какая там школа. У меня прямо с самого начала, после института я там работал, да, очень огромную, конечно, школу жизненную. Но, когда, конечно, 90-е годы настали, оттуда многие поуходили. Но сейчас, когда мы вернулись к этому, у нас, например, вот тоже в том же Новосибирске сейчас строится огромный университет, где будет база вместе с Академией наук. Там подготавливают очень классных специалистов. И многие наши школы до сих пор готовят очень хороших специалистов, которые на Западе расхватываются, как горячие пирожки, а отсюда уходят. Но сейчас создаются такие условия, что здесь выгоднее становится работать, чем уезжать туда. Это нормально. Это действительно так. Правда? Правда, да, конечно. Вот мне в Академии наук в сибирском отделении сказали, что выпуск 2012 года, если, говорит, раньше у нас уходило до 60%. Уезжало иметь сюда. А что значит уходило? Ну, уезжало. Уезжало, ага. В 2012 году ни один не уехал. Вот так, показатели на всякий случай. Может, просто потому, что там тоже экономические проблемы? А это уж мы можем, понимаете, по-всякому, у нас плохо, да, потому что там хорошо, или у нас хорошо, потому что там плохо. Ну, так вот. Нет, серьезно, такой прогресс. Прогресс действительно сильный. И действительно сейчас это становится правильным. Больше того, мы готовим несколько программ, где мы военно-промышленный комплекс, мы будем привлекать туда специалистов, которым будем давать квартиры, смотреть там на их заработные платы, давать субсидии. Там различные конкурсы за новые технологии. Собственно, ничего нового. Я когда приходил после института, было точно так же. То есть у нас... Черт, может, мне тоже старую специальность вспомнить? Все-таки инженер физик по образованию. А вот так оно сейчас и будет. Потому что мы будем готовить там в том же, не хватает специальности, и токарей различных, и фрезеровщиков. Это вообще мрак сварщиков. Высокоточного работы, да. Потому что я помню, вот когда пошла вот эта конверсия так называемая, когда у нас токарь ловил на станке, там, на новое оборудование сверхновое, он ловил там одну сотую микрона. И допуск был такой. И когда пошла конверсия, и стали делать хазовые плиты, он не понимал. Он подходил ко мне, как технолог, говорит, это что за допуск? Я не понимаю. Там было плюс-минус 2 миллиметра. Он просто говорит, у него голова не соображала, что такое вообще в принципе возможно. То есть вот таких специалистов где взять? Они, конечно, были, воспитывались там с самого начала. Но они, надо заметить, получали тогда, по временам Советского Союза, 600 рублей вообще. Это была элита, да. Когда я 140 как технолог получал. Ну а где, откуда сейчас вот людей брать? Это же занимает время. Это же нужно... Понимаете, это же не подъемная практически задача вот на данный момент. Подъемная, подъемная. Это подъемная задача. Дело в том, что если развивается производство, да, это задача, вот сегодня мы ее не решим, но через 5 лет мы ее точно решим, а может быть быстрее даже. Ну 5 лет, да. Я думаю, быстрее решим, потому что ребята, специалисты, вот там же делают, например, профессионно-технические училища. Они даже не говорят, сколько они получают там ребят. Там у них конкурс туда сейчас, в Новосибирске. Ну я знаю, что сейчас люди охотятся за сварщиками, готовы платить 100 тысяч рублей плюс квартиру давать. Ну это они, да, высококвалифицированному сварщику. Так, извините, там 2 года обучения в этом училище, ты будешь квалифицированным сварщиком, который тебе так и сделает. То есть ребята, они быстро очень адаптируются к этому делу. Он понимает прекрасно, что действительно так. А если он стал высококлассным сварщиком, то это реальное обеспечение не только тебя, но и семьи очень достойное, весьма достойное. По новосибирским меркам, так это вообще, они даже не говорят, сколько они получают. Алексей Александрович, а вот позвольте с вами такой небольшой стресс-тест провести. Вот, скажем, взять ту же оборонку. Выделено 20 триллионов рублей до какого? До 18-го года, да? Нет, до 20-го. А уже до 20-го? Ну до 20-го. Нет, ну он так и был. А, забыл, значит. До 20-го года. Значит, когда все это началось и начали копать под Сердюкова, его сместили, лично у меня сразу была такая совершенно четкая реакция. Ага, 20 триллионов нараспил, пошла борьба за деньги. Но это часть, это не самый главный вопрос. Вопрос в следующем. Вопрос в том, что эти 20 триллионов запланированы. Они запланированы, исходя из сегодняшнего состояния дел, как в мировой экономике, так и в российской. У нас вот за углом кризис. Вот он. Его можно пощупать, понюхать, если его уже кто-то не видит. Это, скажем так, их проблемы. Скажем, нефть падает до 40-50. Что будет? Эти деньги останутся? И вот эти все программы останутся? Или их будут резать в угоду чему-то? Вопрос такой. Насколько все это устойчиво к конъюнктурным изменениям? Ну, это больше вопрос, конечно, к экономистам, но тем не менее. Я скажу, ситуация-то, она достаточно простая. Если мы говорим о том, что у нас там падает нефть до 45 вместо, так сказать, сегодняшних там 100, ну, конечно, это в четверть сокращает бюджет практически. Я думаю, что это ударит не только по оборонке, но и по многим другим отраслям. И тогда придется вводить какие-то антикризисные меры, без всякого сомнения. И какие они будут, это уже можно об этом только гадать. Но не уверен, что ситуация изменится именно таким образом. У нас уже этим падением цены еще с 2000 года пугает, насколько я помню. Девятого. Девятого, да. Пока все идет именно так. Дело в том, что, конечно, у нас сектор, вот именно производственный, который у нас есть, он ужасающе, конечно, мал. На сегодняшний день, вот по последним данным, вообще в производстве, включая там бухгалтеров, управленцев, там уборщиц, у нас работает 13,9 миллиона человек. Всего. Которые что-то производят. Да. Включая нефть и газ. Да. Вот в реальном секторе экономики, как говорится, это вообще каждый десятый всего. Да, они кормят всех стальных. Да, вот 9. Если так будет продолжаться, и не будет меняться всю эту конструкцию, то, конечно, страна придет в определенное место, так сказать, это без всякого сомнения. Но мы же еще вступили в ВТО, к тому же. Ну, ВТО, это там торговля, но тем не менее. Не торговлят производством. Дело в том, что мы все равно можем это делать и наращивать. У нас есть там резервный фонд, да, у нас есть те средства, которые мы можем вкладывать в них. И сейчас, не знаю, там, сказать, правительство, президент очень точно понимает вот эти проблемы, и надеюсь, что в ближайшее время это изменится. Мы переориентируемся вот в такую вот именно производственную сферу. К этому все идет. Потому что я вам скажу, что возродить, например, тот же ВПК, и все как бы к ВПК, опять к вам, не ближе, да, как член комитета по обороне, на этом примере, чтобы создать реальную технику, серьезную, но мы не можем это сделать на старом станке, соответственно, нужно станкостроительную базу. Обновление основных фондов. Конечно, без всякого сомнения. Все мы должны обновить. Соответственно, это прорывные технологии, то же самое. Там тоже будут задействованы люди. Мы должны создать новое производство, без всякого сомнения, иначе тоже технику не сделаешь никак. То есть сейчас идет вот это, сделали ассоциацию кластерных систем, которая будет действительно делать образцы, которые востребованы вот прежде всего в оборонке, ну, которые за собой потащат все остальное. Посмотрите, тот же интернет, да, это DARPA, это же ее изобретение. Ну, это колоссальное изобретение. Ну, наши мозги не хуже, я вас уверяю. Изобретут такое, что мы в ближайшее время это увидим. Надо их просто правильно сориентировать. Вот сейчас создали фонд перспективных исследований, мы приняли закон по концы прошлого года. Алексей Александрович, мы должны снова прерваться на новостной веру. Оставайтесь с нами. Снова в эфире программа «Парадокс». Я ведуся к Степане Димуру, у нас в гостях Алексей Александрович Журавлеву, депутат Госдумы, председатель Партии Родина. Алексей Александрович, давайте продолжим вашу мысль. Так вот мы создали фонд перспективных исследований, закон приняли по этому поводу в конце прошлого года, на Государственной Думе, там разные дискуссии были, но все депутаты практически единогласно проголосовали за это. Поэтому они прекрасно понимают, что такая структура крайне необходима на сегодняшний день. Без нее мы ничего не сделаем. На сегодняшний день у нас вот Министерство образования, да, есть, он называется Министерство образования и науки. Замечательным министром, наверное. Ну, не говорить о министре, а вот, скажем, о самом министерстве. И вот мое личное мнение, это полная глупость. Министерство образования и науки даже в самом названии. Вот мы должны науку отделить от образования. Образованием занимайтесь, ребята. Наукой должно заниматься другое министерство. У нас всегда была научно-техническая комиссия этим занималась. Санимаш этим занимался. Да, вот этим должны заниматься профессионалы. Образование к этому отношению не имеет никакого. Вы должны готовить специалистов для науки, это да. А наукой должны заниматься другие. Мы внесли вот сейчас закон об академ-городках. Это я лично, и там Жигарев депутат. Это как раз в Новосибирск ездили. У нас сейчас академики занимаются тем, что они отстаивают свои здания, сооружения, чтобы их не захватили коммерсанты. Но они находятся в хороших частях городов. Да, да. Понимаете? И мэр говорит, ни в коем случае нельзя этого делать. Мы говорим, почему же нельзя? Давайте сделаем так, как и было запланировано. Академики должны заниматься наукой, прежде всего, академической. И не надо их там втягивать в эти разные дискуссии. Сделаем академ-городок, который будет самоуправлением заниматься. Выберут там людей, и никуда он дальше не денется. Пускай занимается именно самоуправлением академ-городок. Знаете, сколько проблем на эту тему возникает? Масса всяких. Там же такой лакомый кусок, еще бы. Конечно, конечно. И вот так вот всю науку мы загоняем в одно место. Но ничего, не мытьем, так катанем. Мы все равно этого добьемся. И будет у нас Министерство науки, или это научно-техническая комиссия, что мне больше нравится, чем Министерство. И Министерство образования пусть занимается образованием. Вот тогда мы получим определенный прорыв. И в образовании, и в науке, кстати, наверняка, и в научно-технической сфере, ну и, конечно, в конечном итоге в производственной сфере, которая вытащит экономику. Вот, на мой взгляд, это должно быть так. Алексей Александрович, а почему это не делалось раньше? Вот только вот сейчас все это делалось в таком пожарном порядке, на ваш взгляд? Знаете, ну... Вот те же депутаты, они только что сейчас проснулись, увидели, в каком состоянии все находится, или... Да нет, все это, конечно, было. Но вот... Я же, видите, первый созыв депутат. И мне казалось бы, ну, я сейчас приду, но вот тут уж, конечно, все это я и сделаю. Как мне казалось, сталкиваюсь с такими проблемами, что я вообще даже подозревать о них не мог, что они действительно существуют. Поэтому я представляю, когда у нас после Ельцинский период, с чем столкнулась власть, по большому счету? Да она столкнулась с тем, что вопрос стоял, а будет вообще страна такая, Россия, или ее не будет? Вот я думаю, с этим столкнулась. Потому что уже настолько были вбиты вот эти клинья, расчленения которых было, что она могла завалиться в любой момент. И, конечно, без всякого сомнения, мы можем сказать, что достижение – это огромное. Сохранение страны. У нас... Какими способами? Другой вопрос. Но у нас действительно сейчас такой угрозы нет совсем. Практически. Сепаратизма нет. Такого в ярком виде, там, если есть какие-то... Ну, залили все баблом. А если бабло кончится? Это, понимаете, мы можем праздновать баблом залилили, или какими-то другими методами. Заливали где-то баблом, а где-то отстреливали кого-то, да? А где-то кого-то сажали, ловили. Ну, вот. Разными методами. Тут нельзя сказать только вот так. Если бы только вот так, то бы они бы только брали, и так бы еще и еще больше взрывали, для того, чтобы было бы еще больше. Однако сейчас все спокойно. Можно ведь брать и не взрывать, а ждать. Да, все спокойно. Хотя другие там методы, я тоже не очень там понимаю, где сделали это. Курорты Северного Кавказа. Какие курорты на Северном Кавказе? Какие? Взведания. Не, ну, что это вообще? Так сказать, релакс в Дагестане, или под Дагестаном. Что это вообще? Это нормально? Ну, просто привыкаешь к абсурду, на самом деле, очень быстро уже привыкли. Ну, вот так. Ну, вот мы перешли к теме межнациональных отношений, и вот вы предлагаете законопроект расширения полномочий сотрудников ФМС. Насколько я понимаю, вы выступаете против паспортного контроля на границе для стран СНГ. Я-то против. Да вы что? Так написано здесь. Не знаю, что у вас там написано. Это мы очень много добивались именно того, посмотрите, все наши документы, по поводу того, что, конечно, это не то, что мы за, мы очень сильно за, но не введение виз. Вот там поведение виз – это отдельный момент. Весь мир, он, наоборот, сейчас отказывается от этого процесса. Если мы пойдем как раз по совсем другому пути, мы решим проблему с нелегальной мигранцией. Это действительно так. Частично решим, конечно, с наркооборотом, там какой-то, так сказать, другой криминал там уйдет. Но мы сразу получим массу других проблем, связанных именно с обособлением Российской Федерации. На сегодняшний день мы делаем единое таможенное пространство. Мы делаем единое торговое пространство. А, ну в этом ты понял. Конечно, ну а как? Мы действительно собираем те земли, которые были у нас очленены, и они действительно к нам присоединяются и тянутся. Вот если сейчас удастся с Украиной договориться, там, скажем, то мы получим 90% тех территорий, которые у нас и были в Советском Союзе. А это геополитическое влияние. Это наша безопасность. Потому что если мы понимаем, что сейчас с Узбекистаном мы имеем какие-то отношения хорошие, добрососедские, мы много чего прикрываем там с южных границ. Это, по-моему, известно абсолютно всем. Вот. Поэтому у нас тут позиция очень простая. Конечно, для тех, кто у нас в таможенном пространстве, единоторговом пространстве, мы могут ездить по любым паспортам. Если же это действительно союзные республики бывшие, да и любой кто, это только за гранпаспорт. Вот за гранпаспорт. Как во всем мире. Да. Ну, без виза, но за гранпаспорт. Ну, почему в шенгенскую зону должны получать визу? Что в этом дурного? Тут есть один нюанс. Нам это не столь необходимо. Мы, конечно, вот, на мой взгляд, вообще нужно открыть с Евросоюзом границы с одной стороны. Пускай приезжают к нам. Нам нужны действительно токаря, слесаря. И они к нам поедут. Вот я смотрел недавно репортаж. Но у нас зарплата сейчас выше, чем они получают там. Да, да, да. В Норвегии 15 тысяч евро в год. Ну, уж точно у нас такие деньги будут получать. И даже выше. И заплатят, вы сами сейчас говорили, и квартиру еще дадут. Конечно, он к нам приедет. Что нам от него отгораживаться? Надо их сюда интегрировать как можно больше. А вот неквалифицированная рабочая сила, она, конечно, должна быть контролируема. И вот в этом отношении у нас действительно много законопроектов, которые мы должны сделать. Прежде всего, это разработка нового миграционного кодекса. Точнее, не нового, а только миграционного кодекса. Потому что у нас сейчас федеральная миграционная служба пользуется там более чем 800 различными правовыми актами. 800. Это вообще уму непостижимо, как они это вообще умудряются делать. Которые еще, наверное, друг другу противоречат часто. Да, кстати говоря. Даже есть постановление правительства противоречит указ президента, например. И там многие такие вот моменты, которые просто... Только юристу высочайшей квалификации, который там работает 30 лет, он может только в этом разобраться. Арбандаловский говорит, да, у меня есть такое вот. Но это же нереально. Конечно, нужен миграционный кодекс. Мы сейчас над ним работаем. Мы проводим вот 20 мая. У нас будет круглый стол по миграционному законодательству. Именно по разработке миграционного кодекса. Далее. Нам необходимо ввести такие вещи, как работу через агентство занятости. То есть, или, проще говоря, получение виз на... Рабочих виз. Рабочих виз, да, правильно. Абсолютно точно. Но если ты получаешь эту визу, значит, ты понимаешь, куда ты едешь. Там тебя уже ждут. Жилье, социальная страховка. Это стандартная мировая практика. Стандарт, правильно. И ты платишь налоги здесь. Абсолютно правильно. Вы абсолютно правильно говорите. Вот это обязательно нам нужно сделать. И только по рабочим визам. Никак по-другому. Через агентство занятости, как угодно, но только по рабочим визам. Это очень важный момент. Далее, введение тех же пластиковых карточек для трудовых мигрантов. Где будут все его данные, плюс зарплаты, плюс отчисления налоговые. Если нет карточки, значит, ты уже нелегал. Если ты здесь на работе. В гостях, пожалуйста, у тебя стоит, почему паспорт нужен. Стандартные практики, Мира, и так везде. В общем, да, ничего мы не изобретаем. Просто это нужно вводить. Ничего не изобретаем. Абсолютно точно. Вот. Ну и, конечно, расширение полномочий Федеральной миграционной службы. Потому что на сегодняшний день они должны за три дня предупредить прокуратуру. Они должны предупредить владельца или арендатора. Чтобы он всех вывез. Да. Ну, так оно и есть. Приходишь туда. Я сам был на нескольких таких мероприятиях. Стоят там 20 человек, у которых все в порядке. И 100 койк. Больше. Двести. Больше. Да, примерно так. Вот. То есть, примерно один к десяти есть. Вот так вот брать. Один к десяти они делают. То есть, 10 человек, знаешь, сотка там работает. Это просто без вариантов. Вот, соответственно, получая нищенскую зарплату, мы пополняем ряды преступников. Мы пополняем вот эту напряженность социальную, да. И мы размываем, собственно, свою идентичность, вот, как культурные страны, да, с богатой культурой. Мы размываем. Причем дешевая рабочая сила, она же ведь практически вымывает или замещает коренное население, которое могло бы получать, скажем так, достойную зарплату. Вот Москву возьмем, да. Она топорит все. У нас дворник, на дворника сколько списывается? 40-50 тысяч в месяц. А сколько они получают? 12-14? В лучшем случае, а то 7-8. Вот, ну вот, знаете, тут вот как раз и есть. Вот Егор Гайдар в свое время говорил, что нам в год нужно 700 тысяч мигрантов, которые будут делать там нам чего-то, чтобы у нас сохранилась экономика. То есть, такими, знаете, рабовладельческими методами заставить за копейки, чтобы работали свои. Ну, зато маржа повышается у корпораций. Да, конечно, сверхприбыль, конечно, абсолютно точно. Но при этом они стопорят о развитии, в том числе и предприятий, которые модернизации не нуждаются абсолютно. Ну, спасибо большое, Алексей Александрович, к сожалению, приходится вас прорвать. Спасибо вам. Наше эфиро подходит к концу. У нас в гостях был Алексей Александрович Журавлев, депутат Госдумы, председатель партии Родина. И удачи вам всем.